Доброго дня, друзья, всем. В начале лета, в начале июня, я вам показывал, как я размножаю астры способом деления корневища. У некоторых людей возникал вопрос, а может ли с маленького отросточка я вложу этот кусочек видео в ролик. Сейчас я вам хочу показать, как я произвожу деление корневищ астры. Вот мы выкопали куст маточный, нам надо его рассадить. Долго тянуть резину нельзя. Заносим куст в тенек, вот как сейчас сухие все эти отрезаем. Вот у нас примерно, чтобы вот так выглядел. Вот хороший корешок, боковые корешки, потом мы его вот так вот, вот так вот посадим в землю. Опускаем в воду на время, пока производим эти операции. Не будет вырасти, ну, со света такой вот шапочкой. Вот я вам хочу показать, что сможет. Там у нас дальше другое растение. Это мы тоже астры посадили уже к концу лета, но оно будет свести соседи. А это та самая, которую мы делили корневище в начале лета. Вот смотрим, раз-два веточка. У нее вот со свете. Здесь тоже раз-два. И там по два, по одному выглядит в ряд красиво. И вот уже видно, у нас есть поросль. То есть можно уже выкопать, размножить. Ну, я не буду этого делать, я размножаю их весной. Подвязал тут просто, вбил колышек, на той стороне колышек и шпагат с двух сторон. Отсюда и стой. И она, как бы, стоит нормально. Стебель у нее крепкий, высокая. И ее еще не поломало. Но в предыдущих видеороликах я тоже вам показывал одну конструкцию для разных цветов. Для гладиолусов делаем вот такие пластиковые конструкции с труб для хризантем. И здесь я сделал для той же самой астры. Вот она из трубы. Опора, видим. Забивал в трубке чепик деревянный. Это тоже соединял деревянным чепиком кольцо. И лучше, конечно, саморезы. Но я просто на гвоздики вбил. Но она все прочно стоит. Никуда не денется. И главное, что привязывать ничего не надо. А гладиолус я привязываю. Вот она стоит. И хорошо смотрится. И не болтает ее ветром. И вот еще одна. Тоже так же соединение с помощью дерева, гвоздя. Вот. Спасибо.